Привет, город студии! С вами я, Любовь Ломака и команда Сигмы. Вот вам шуточка на аперитив. Хороший асфальт на дороге не валяется. Ну а в Новом Уренгое скоро заваляется и не на одной дороге. Подробнее об этой и других новостях узнаете в нашем выпуске. Мы начинаем. В последний день марта в округе зафиксировали 22 новых случая коронавируса. Впервые с начала пандемии всех новозаболевших нашли в населенных пунктах. На поправку за сутки пошли 29 человек. На этот раз лидирует вновь Новый Уренгое. Здесь 9 заразившихся. Далее расположились Ноябрьск и Пуровский район. В больницах округа 10 человек находятся в тяжелом состоянии, трое на ИВЛ. Наступление в России третьей волны COVID-19 все же возможно. Об этом накануне заявила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Меры по предотвращению третьей волны уже проводятся. Власти добиваются создания в стране популяционного иммунитета. По словам специалистов, это возможно уже через полтора месяца. Тем временем в стране за сутки выявили более 8 тысяч зараженных. Также около 400 человек не стало. Более 10 тысяч пациентов выздоровели. Какие нововведения ждут россиян с 1 апреля? Военный призыв, повышение пенсии и детских пособий – лишь малая часть. Подробнее смотрите в новостях короткой строкой. С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Нововведение касается практической части экзамена. Из испытаний убрали этап площадки. Тест проведут прямо на дорогах города. Дополнили систему оценки навыков. Теперь грубейшим ошибкам добавили непристегнутый ремень и разговор по телефону или другому устройству. Если потенциальный водитель наберет 5, а то и более штрафных баллов, экзамен считается не сданным. В апреле в России стартует призыв на срочную военную службу. По указу президента призыву подлежат около 135 тысяч человек от 18 до 27 лет. С 1 апреля увеличатся и пенсии. Это касается людей, получающих пособия по старости, инвалидности, потере кормильца, ветеранов и других. По данным Минтруда, индексация затронет около 4 миллионов человек. Средний размер ежемесячной выплаты составит 10 183 рубля. Также с 1 апреля начнется прием заявлений на перерасчет пособий семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей средемесячный доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума на каждого члена семьи. Согласно указу Владимира Путина, размер пособия должен зависеть от доходов семьи. В настоящее время детский прожиточный минимум по России в среднем составляет более 11 тысяч рублей. С апреля прекращается особый порядок выдачи больничных листов работникам старше 65 лет. Непереведенные на удаленку больше не смогут получить электронные больничные. Прекращается и прием заявлений на получение новогодней единовременной выплаты на детей до 8 лет. Также жилищные субсидии на оплату коммуналки снова начнут действовать на протяжении полугода с момента предоставления необходимых документов. До апреля они продлевались автоматически. Если срок предоставления субсидий стекает вперед с 1 января по 1 апреля, то получить соцподдержку можно без подачи заявления. С 1 апреля запрещается торговля некоторыми видами электроники без установленного российского программного обеспечения. Это касается как отечественной, так и иностранной продукции. Перечень устройств утвержден. Смартфоны, компьютеры, ноутбуки и телевизоры Smart TV. Кроме того, правительству утвержден список самих программ. Например, это сервис электронной почты, интернет-браузеры, соцсети, мессенджеры, навигационные сервисы и так далее. С 1 апреля Россия возобновляет регулярные авиасообщения шестью странами. Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Также увеличится количество рейсов между Россией и Кубой до семи раз в неделю. Российские туристы смогут отдыхать и на Кипре без обязательного карантина. Правда, тест отдыхающим все же придется сдать. Вероника Самошкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24. И еще с 1 апреля начинается прием заявлений для зачисления ребенка в первый класс. В этом году компания стартует позже, чем обычно. Изменились не только сроки, но и некоторые правила приема. В первой волне поступают не только дети, проживающие по микрорайону, но и учащиеся, будущие учащиеся льготных категорий. К таковым относятся дети медицинских работников, дети работников ОМВД, прокуратуры, а также дети, которые являются братьями и сестрами уже учащихся образовательной организации. Записаться в первый класс можно через госуслуги, сайт Е-образование или прийти в саму школу. Для зачисления детей льготников рекомендуют использовать сайт Е-услуги. Только в нем можно прикрепить документы, подтверждающие льготы. Сайты и контактные телефоны на вашем экране. Школы формируют списки детей до 30 июня. В конце июня формируется приказ о комплектовании класса. Особенности зачисления детей в тот или иной класс выбор педагога осуществляет образовательная организация. Для детей, которые хотят попасть в определенную школу, но не живут на ее участке, запись откроют 6 июля. Ребенка зачислят при наличии свободных мест. В этом году в разных районах округа запись стартует в разное время. Подать заявление в Новом Рингое можно 1 апреля с 12 часов дня. Ну а теперь немного о дорогах. В Новом Рингое ждут ремонты. Руководство города запланировало обустройство 8 участков дорог. На 6 проведут капитальный ремонт. Наиболее востребованы это под Шебякино, Ленинградский, геологоразведчиков, проезд по улице 26-го съезда КПСС, улицы Мирова, Толина и Дружбы народов. Были большие обращения граждан по ремонту прилегающей дворовой территории в районе Сибирской 63. Эта дворовая территория тоже стоит в планах и будет выполнена в текущем году. Приступим к работам по ремонту дворовых проездов в районе улицы Надымской и Железнодорожной. Надымская – это третьи дома, Железнодорожная – вторые дома. В том числе там будет выполнено благоустройство детских игровых площадок. Продолжаются работы и по ремонту улицы Губкина. Сейчас дорожники заняты переустройством сетей. К ремонту дорожного полотна приступят уже в следующем строительном сезоне. В этом году мы приступим к ремонту по улице Индустриальной, чтобы, скажем так, обеспечить проезд, связанный в последующем с ремонтом улицы Губкина. В этом году мы уже приступили к проектированию на будущий задел улицы Железнодорожной. Еще один приют для бездомных животных обещают открыть уже этим летом. Недавно, но в Мурингое появился подходящий для этого объект в районе промбазы «Стрелец», который может стать новым домом для четвероногих. Ранее планировалось строить приют с нуля. Хорошая база с имеющимися помещениями большими, очень огромными. И смотреть телесообразно все-таки, вот это ждать благосостоящий проект, начало реализации. Либо мы при получении этой собственности сможем некапитальными вложениями обойтись. Если база устроит и ветспециалистов, и администрацию, то это позволит сократить не только финансовые расходы, но и быстрее дать нуждающимся животным новую крышу над головой. В регионе проблема бродячих собак стоит остро. Сейчас в Новорингойском приюте содержится более 250 собак, и места уже не хватает. По приблизительным подсчетам специалистов, дополнительно требуется еще около 500 мест. В наших интересах увеличить количество животных, которых мы отправим на стерилизацию. Но период реабилитации после проведения хирургического вмешательства, у некоторых еще и с осложнениями бывает, но их просто физически негде держать. Новый приют должен решить эту проблему. В Карачаево тоже планируется открыть филиал приюта еще на 100 животных. Если все проекты реализуют, а активная работа по отлову и стерилизации продолжится, то уже в течение года ситуация на улицах должна улучшиться. А через три года, благодаря плановой стерилизации, возможно, удастся полностью решить проблему бездомных животных в городе. Завершилась третья экспедиция в природный заповедник Верхнетазовский. Он расположен в Красноселькубском районе округа. Поездку, согласно проекту «Заповедный Ямал», организовала компания «Газпромдобыча Ямбург». Участники экспедиции, фотографы, их задача – запечатлеть мартовскую флору. Лучшие снимки войдут в фотоальбом об уникальной арктической природе, которая увидит свет уже в этом году. Три с половиной часа на вертолете, и вот он – заповедник Верхнетазовский. 630 тысяч гектаров западносибирской тайги, на балансе которой леса и поля, болота и реки, холмы и овраги. Из населения здесь сосны, кедры, березы и лиственницы. Из развлечений – безмятежность, тишина и покой. Заповедник – это такое место, которое отделено от остальной жизни. Какие-то места должны вообще не чувствовать цивилизационного воздействия. И заповедники, конечно, такие места. В арсенале фотоохотников цифровые, зеркальные, беззеркальные и экшн-камеры, плюс квадрокоптеры, заряженные флешками разного калибра и объема. Мишени для съемок, заснеженные лесные пейзажи и портреты диких животных. Но получилось так. Природа позировала охотно, а лисы, росомахи и лоси фотосессии игнорировали. Лоси нигде нет. Ну, не повезло. И сами инспектора тоже удивляются тому, что, говорит, с охотой, говорит, до морозов около 40 быков было здесь. А сейчас, говорит, куда-то ушли, куда – неизвестно. Может, они поднялись вверх, может, они спустились еще куда-то. Не знаю, покрытым мраком. Здесь вот следы запорошенные есть, прям посреди реки. Здесь есть? Лосиные. А сейчас будет вообще море. Море снега – то, с чем пришлось столкнуться фотографам. До съемочных локаций добирались на лыжах и снегоходах. Ходить на своих двоих можно было только по накатанным колеям. Уход с маршрута грозил белым пленом. Пешком практически идти некуда. Ты уходишь и сразу пропаливаешься по поясу, а то и больше в лесу. На речке чуть попроще, там примерно до полбедра снега. Это как бы тоже мало радости. Я в одном месте форсировал глубокий кусок, я 10 метров около минуты двигался. Еще минуту потом отдышаться пытался. Фотограф Андрей Снегирев в качестве объекта съемок выбрал снежинки. Чтобы запечатлеть эту тонкую и хрупкую субстанцию, камере нужен специальный объектив, а художнику – чувство прекрасного. Самые красивые снежинки, самые такие разлапистые кристаллы, они в теплую погоду именно, во время снегопада. Причем кристаллы очень быстро разрушаются. Надо вот именно поймать момент, когда снежинка только-только упала. Найти при этом какой-то для нее фон хороший, чтобы она лежала на чем-то изолированной, на какой-нибудь ветке, на иглах, допустим. В фотоальбоме «Заповедный Ямал» будут представлены 4 времени года. Яркая симфония лета, лирический осенний романс, меланхоличная соната зимы и мажорная весенняя увертюра. Виктор Курмачев, Владимир Расихин, Верхний Тазовский заповедник. Рассказать про обслуживание, поделиться своей неудачной покупкой или походом в местное кафе можно у нас на сайте НУР24. Вашими отзывами мы делимся со всем городом. Предупрежден – значит вооружен. Какие впечатления оставили новолингойцы в этот раз, покажем в сюжете. На выходных заказали сет роллов, привезли быстро, но не наши. Я оплатила заказ и уже открыла пакет, когда поняла, что это чужой заказ. Позвонила в «Фудзи Яму», пообещали бесплатно привезти мой сет. Очень хорошо, что прошлый заказ оказался дешевле. Очень объелись всей семьей. Выбора никакого. Несмотря на размер магазина, мало одежды и обуви. В других городах в этом магазине иначе. Жаль. Самая вкусная выпечка в Новом Уренгое. Тесто прелесть. Пирожки домашней выпечки вкуснотища. Молодцы, девочки. Так держать. Отвратительный кофе. Просто ужасный. Много раз давал шанс этой кофейне, но чтобы не просил приготовить все невкусное. Одна звезда. Почти три недели 26 команд со всего Ямала играли в волейбол, чтобы помочь детям. Арктический благотворительный турнир на Кубок губернатора проходит в четвертый раз. По количеству участников в этом году поставлен рекорд. Как прошел финал и кто стал победителем, расскажем в сюжете. Мы болеем за команду ГДУ. У нас там играет мой супруг и папа прекрасных дочерей сына. Как в матче? Папа Дима. Отлично. Напряженно очень. Папа Дима. Арктический благотворительный турнир по волейболу стартовал 10 марта. Матчи впервые проходили сразу в трех городах. По итогам игр в финал вышли четыре команды. Бронзу разыграли команды администрации Лабытнанги и Газпромдобыча Ямбург. Победа досталась ГДЯ. А вот в матче между командами Газпромдобыча Уренгой и администрации Тазовского района определили уже победителя турнира. Сегодня игра была такая, ну, с нервами тяжелая. Первая партия вроде показали свою игру, все было хорошо. Вторая партия начались нервы, всякие дурацкие ошибки. На площадке разыгралась серьезная борьба. Особенно напряженными были последние минуты матча. Победа и в этом турнире досталась представителям Газпрома. Второе место осталось за командой администрации Тазовского. В турнире мы принимаем участие первый раз. Команда, в общем-то, хозяева турнира в финале нам противостояли. Хорошая сбалансированная команда, в общем-то, они победили достаточно заслуженно. Мы в этом году участвуем уже в третий раз. С каждым годом уровень волейбола растет на данном турнире. В частности, сегодня ребята показали колоссальную игру, как и наша команда, так и команда Тазовского района. Очень хорошо, что мы стали первыми и очень хорошо, что эти средства пойдут на помощь детям. Турнир закроет галла-матч с участием команды губернатора ИНАО «Северный характер» и сборной капитанов «Лидеры Ямала». Игра пройдет во Дворце спорта «Звездный» 1 апреля. Все средства, собранные от продажи билетов, а также взносы команд, перейдут в благотворительный ямальский фонд «Ямины» в поддержку детей-инвалидов. Гюли Димитрадзе, Феликс Россихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Слово Илье Ветрову, он расскажет вам сотку криминала и происшествий за сутки. А у меня все новости к этому часу. Не болейте и берегите себя. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!